Сегодня мы подготовили для вас крайне увлекательное видео про случаи в авиации. При просмотре вы станете свидетелями самых впечатляющих трюков и запоминающихся авиашоу. Удивитесь мастерству исключительных пилотов, а также не на шутку испугаетесь за некоторых людей. Если вы готовы к просмотру видео, которое подарит вам незабываемые эмоции, то скорее подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и незамедлительно приступайте к просмотру. Впечатляющее зрелище! Нет ничего более захватывающего дух, чем воздушный танец истребителей. Ну а крутость этого момента и вовсе зашкаливает. Профессионалы-пилоты явно знают свое дело. Такое шоу никого не оставит равнодушным. Самолет, словно призрак, появился из густого тумана и через несколько секунд в нем же и исчез. Довольно загадочно, согласны? За такую посадку пилоту респект. Далеко не каждый, пусть даже очень опытный пилот, способен на такое мастерство. Трасса прямо перед посадочной полосой может и не является опасной, однако дух водителей, проезжающих по ней, однозначно захватывает. Спасательные операции в реальной жизни ничуть не уступают эпичным сценам в блокбастерах. Я бы сказал, что реальная жизнь даже будет поинтереснее коротких киношных сцен. В авиации даже самый обыденный и рутинный момент выглядит так, будто бы происходит что-то из будущего. Вот, к примеру, казалось бы стандартная дозаправка, но смотрится как что-то за гранью возможного. Не правда ли? Лично я ничего более масштабного раньше не видел. Столь серьезные взрывы придают моменту грандиозности. Это могло бы быть эпичная фиаско. Однако пилот сумел выкрутиться из ситуации и спасти себя из самолета. Одна полоса для взлета и посадки двух разных самолетов в одно и то же время. Кто-то явно напутал с логистикой, и за это совершенно точно будет оштрафован. Но вот пилоты справились с непредвиденной трудностью на отлично. Фаер-шоу с участием самолетов не просто создает атмосферу праздника, но погружает зрителей в сказочный мир, чудес и волшебства. Спасательные операции на вертолетах практически всегда заканчиваются успешно. Ведь благодаря летательному аппарату можно добраться в самые недоступные места и спасти тех, кто от безысходности потерял надежду. Элементарные законы физики в действии. Ну и, конечно же, без таланта пилота тут не обошлось. Что тут скажешь? Парни, учитесь признаваться в любви правильно. На такое вам точно не скажут нет. Из этого самолета будто бы вылетел восставший из пепла Феникс. На самом же деле, мы с вами стали свидетелями сброса сигнальных ракет. Черта, которая объединяет всех гонщиков, это понтовитость. Ну а что, имеют право? Эффектное появление не менее важно, чем сама гонка, так как может помочь еще до начала соревнований завоевать сердца зрителей и приковать к себе их взгляды. Вы когда-нибудь давали пять самолету? Вот я тоже нет. Но теперь это точно есть в списке моих желаний. Лопасти вертолета в среднем крутятся со скоростью, равной 260 оборотам в минуту. Благодаря столь большой скорости создаются воздушные круги, которые заметны даже невооруженным взглядом. Экстремалы, для которых прыжки с парашютом давно стали чем-то обыденным, придумали новый вид экстрима. Как вам? Решились бы? Если в детстве вы были фанатом мультика «Чудеса на виражах», то эти кадры вас так же, как и меня, со стопроцентной вероятностью вернут в счастливое и беззаботное прошлое. Нигде так не ощущается свобода, как на высоте птичьего полета. В тот момент, когда над головой проносится истребитель, пусть даже по мирному небу, пугаются даже самые отважные. В такие моменты, когда паришь над землей параллельно с самолетом, как никогда осознаешь ничтожность и малость житейских проблем. Метод посадки выбран достаточно опасный, однако все прошло как нельзя лучше. Авиашоу однозначно заслуживающее вашего внимания. Хотели бы стать свидетелями чего-то подобного вживую? Тот самый случай, когда работники аэропорта забыли расчистить взлетную полосу, и пилоту пришлось выкручиваться самостоятельно. Вот это да! Рисунок получается четким и остается в небе на какое-то время. Доставка – наше все. В любое, даже самое отдаленное и безлюдное место вам доставят все, что нужно в кратчайшие сроки. Не пугайтесь! Горение шины – ситуация совсем не из ряда вон выходящая, а скорее даже обыденная, ведь тормозит самолет со скоростью примерно равной 170 км в час. Пока кто-то верит в существование призрачного корабля, другие становятся свидетелями полета самого настоящего самолета-призрака. Вот как оно бывает. Купаешься себе спокойно в водоеме, и тут за твоей спиной пытается совершить посадку самолет, а после снова взлетает. Купание сразу превращается из обычного в экстремальное. На чем только на льду не катаются. Кто на коньках, кто на лыжах, кто на санках, а кто и на вертолете. Посадка 100 из 100. Вот у таких пилотов нужно учиться. Их мастерство формировалось годами. В правилах дорожного движения не написано, что участником дорожного движения может быть самолет. Но на практике, как видите, может. Согласитесь, ракурс решает многое. Снятое под таким углом сразу становится интереснее. Экстренная посадка была совершена истребителем на воду. Хорошо, что самолет удалось посадить у берега. Вот это скорость. Испугался, думаю, тут каждый даже через экран. Подтверждение того, что любая идея может быть реализована. Вы только посмотрите, что смог парнишка соорудить у себя в гараже. У него однозначно большое будущее. По всей видимости, в этих вертолетах система навигации дала сбой и завела их явно не туда. Орел, который без преувеличения является птичьим королем, изо всех сил пытается обогнать самолет, который считает неведомой ему птицей. Дело в том, что на небесных просторах ему нет равных. А такую безупречную репутацию нужно поддерживать. Сальто у этого пилота вышло, конечно, замечательное. Но пассажиры, думаю, его не оценили. Вот что значит идеальная реклама и максимально точный тайминг. Гендер-пати, свидетелями которого стало максимальное количество человек. От нас поздравляем пару с девочкой. Посадка которой нет ни единого вопроса. Все четко, чисто и быстро. Наблюдать за извержением вулкана из окна в самолете, наверное, самый лучший из безопасных вариантов. Дух, наверное, там захватывает не по-детски. Ну, на этом моменте без вариантов улыбнуться должны все. На самом деле это не является настолько опасным и пугающим, как выглядит. Вертолеты бывают разные. Некоторые из них не имеют мест для пассажиров, а только для пилота, чтобы переносить такие вот тяжелые грузы. Изначально кажется, что у пилота ничего не выйдет. Но со временем понимаешь, что все у него получится. После увиденного хочется сказать, что нет ничего невозможного. Если вы думали, что лихачи управляют только автомобилями, то вы ошибались. Только посмотрите на этих двух пилотов, которые решили посоревноваться в небе. Пилот увлекся, немного не рассчитал траекторию и порвал своими лопастями флаг. Его начальство без внимания этого точно не оставит. Вы, конечно, можете со мной поспорить. Однако я думаю, что на огонь, воду и авиашоу важно смотреть бесконечно. Посадка выдалась не из легких, однако все-таки состоялась. А на этом все. Спасибо за просмотр. Теперь ждем каждого из вас в комментариях, чтобы обсудить самое интересное из увиденного. Субтитры сделал DimaTorzok